итак с чего начать выбор аквариума ну во первых нужно изначально определиться какую цель вы преследуете при заведении аквариума то есть чему он должен соответствовать то ли это аквариум для наблюдения для ребенка вы берете чтобы ребенку было интересно в этом случае я рекомендую остановить свой выбор на таких рыбах как меченосцы и гупи то есть меченосцы крупные яркие да красные красный с черным привлекают внимание ребенка гупи не крупные ну хотя опять же как говорить хорошем аквариуме гупи вырастают тоже солидных размеров когда у меня выросли купешки размером с циклиц мелких я был поражен я сам первый раз увидел таких крупных купешек но в чем особенность данных рыбок значит у данных рыбок особенность в том что они являются живородящими рыбками то есть которые будут без каких-то дополнительных там усилий на дополнительных там манипуляций там с водой и так далее будут приносить потомство и какая-то часть этого потомства это опять же зависит от размера аквариума тут надо понимать что чем больше аквариум тем меньше с ним проблем меньше значит там заморочек всяких при обслуживании но и рыбы опять же на то есть вот нами в свое время было отмечено что небольших нерестовых емкостях меченосцы едят своего малька в больших емкостях те же самые самки перестают есть своего малька это говорит о том что самка видя что объем жил площади маленький сама начинает уменьшать поголовье будущего стадо поэтому то есть самый интересный аквариум опять же гупи и меченосцы сочетаются с растениями довольно таки неплохо соседствуют с ними не вредят и там не ломают не объедают как другие рыбы и опять же прелесть этого аквариума в том что ребенок будет наблюдать что вот малячик появился такой же маленький как я вот он растет я расту здесь очень позитивные моменты этим самым как бы сопутствует что ребенок как бы растет в позитивном ключе наблюдая рост рынке и наблюдая как эта рыбка превращается во взрослую и так далее и тому подобное этот процесс снова и снова повторяется далее значит по как бы закладываемым характеристикам до аквариум еще делятся на так называемые травники это аквариумы с растениями с большим количеством растений то есть где аквариум делается целиком то есть вот допустим как мой домашний аквариум вот он делается ради растения ради этой поляны а рыбы они лишь как углекислотная нагрузка постоянная то есть рыбы дышат потому что в таких аквариумах помпа практически не работает у меня стоит малюсенькая помпа которая два объема в час по моему перекачивает а тем не менее то есть ну и в дневное время кислород полностью воздух какой-либо там подача там компрессорами и так далее да она не осуществляется за счет этого то есть рыбы как в природной среде да поглощают кислород выделяем растениями сами выделяют углекислоту которые питаются растения как бы на этом балансе аквариум очень хорошо растет ну с появлением сайдекса конечно эта процедура стала попроще то есть можно теперь используя сайдекс без всяких там дорогущих установок для получения кислоты для подачи ее в аквариум гораздо проще сейчас взять сайдекс добавить там необходимое соответствующее объем количество сайдекса на аквариум это 1-2-3 миллилита дневное время и значит при разложении сайдекса то есть выделяется в воду большое количество углекислоты которые являются подпробкой да ну что еще хочется отметить заросших аквариума как у меня дома ночью обязательно нужно давать принудительную продувку распылителем потому что в ночные часы растения дышит тоже кислородом растворенном в воде и если дополнительные продувки нет то растения просто ночью задохнуться момент получит многие наверно сталкивались что аквариум разрастается разрастается разрослась до определенной степени вот только вроде стало много растений тут растения что-то стали хереть и так далее там или сбросили листву еще что-то это как раз может происходить из-за того что в ночное время то есть из-за недостатка кислорода очень резко может упасть ph ну и в любом не хватит воздуха растениям так же как и рыбам не хватит воздуха значит третий тип аквариумов это псевдо море так называемый или аквариум с рыбами озеро малове и таганита то есть это довольно таки крупные 12 сантиметров в длину рыбы как на наших видео вы видели да это яркие раскраски рыбы то есть синие желтые белые там оранжевые красные никаких только оттенков нет значит отличительной особенностью этого аквариума является то что при создании оптимальных условий до оптимальным условием является наличие большого количества укрытий этим характеристикам наиболее соответствует песчаник который видно применен в наших аквариумах такая пористая структура бубчатая с различными с размерами с различными размерами окон чем хорош песчаник что в этом песчанике очень хорошо прячется малю как вот эти аквариумы псевдо море то есть если там нормально все организовано рыбы живут на самом воспроизводстве то есть также как в случае живородящими то есть особых усилий конечно надо подменивать воду регулярно не реже раза в неделю при содержании таких но тем тем не менее то есть да без всяких дополнительных манипуляций у вас всегда там будут выживать один два три малька в зависимости конечно от режимов кормления и так далее насколько сыты там все остальные рыбы в аквариуме ну и как бы это основные аквариумы есть еще аквариумы с американскими циклинами но это как правило лунный ландшафт унылые темные тона и стопроцентный депрессняк поэтому они очень быстро перестали быть популярными поэтому если вы определились с основными параметрами какая рыба значит оптимально для вас то есть то ли вы хотите псевдоморик то ли вы хотите значит травник то ли вы хотите аквариум с живородящими далее с растениями то есть в зависимости от этого конечно и подбирается форма про форму что хотелось бы сказать сразу ну по опыту никогда никому не советовали не рекомендовали так называемые трапеции это аквариумы со средней со срезанными передними углами то есть вот пока аквариум стоит пустой внешне он конечно прямоугольного до слегка выигрывает тем что у него грани такие срезанные там и так далее но нужно учитывать что когда вы запомните этот аквариум водой эти вот боковые грани которые будут находиться всегда под углом зрителя они начинают зеркалить и вы уже смотрите не в метр длины до 80 сантиметров то есть и проходит совсем немного времени и вот это уже распространенный опыт о котором многие нам говорят что купили аквариум не у нас где-то на стороне что я вот потом разворачиваю вот этой вот трапециевидной стороной к стене а вот большой стенкой к себе ну и спрашивается зачем изначально было тратить лишние деньги если потом приходится разворачивать стене значит следующее что хотелось бы отметить высота аквариума мы сделали несколько аквариумов высотой 80 несколько из них пообслуживали и скажем так что высота 80 очень удобно обслуживать несмотря на наши длинные руки то есть 80 сантиметров это приходится отливать там половину объема воды и практически с головой залазить в аквариум что конечно это очень трудоемкий процесс очень удобно если вы это будете делать сами и как бы не обманывайте себя тем что вот я буду редко туда лазить все равно раз в неделю по той или по иной причине приходится у него значит ну и подмену воды когда производишь что-то там передвинуть еще что-то и вот каждый раз сталкиваешься с проблемой лишней высоты это одна сторона неудобства обслуживания вторая сторона что рыбы в основном будут держаться в среднем слое воды и в нижнем не так много рыб которые постоянно находятся у поверхности то что вы лишнюю высоту сделаете во первых вы представите сколько вам декораций нужно будет поднимать ближе к поверхности чтобы хоть когда-то заставить подняться в верхнюю часть а так верхняя одна треть аквариума у вас будет просто пустая и вот эти пустые места на смотровой площади они конечно очень сильно деформируют да и скажем как бы некрасиво смотрится вот эта незаполненность поэтому как бы вот рабочая максимальная высота выше которой уже однозначно не стоит делать аквариум это 70 сантиметров потому что в аквариуме как то есть виднее сама форма аквариума смотрится не просто высотой метр из-за этого смотрится в аквариуме в первую очередь смотрится внутреннее наполнение внутреннее содержание до обитателей и так далее поэтому как бы когда аквариум начинает жить и развиваться да то уже вот сам аквариум его форма и так далее они теряют просто смысл да и вы просто на это не обращайте внимание если конечно у вас есть на что смотреть внутри аквариума а если внутри аквариума смотреть не на что то конечно тут можно полюбоваться его форма и так далее но тогда для чего все было затеяно изначально что еще хотелось бы отметить ширину аквариума то есть вот если вы в данный момент не совсем определились да чего вам больше хочется псевдоморе или травник или аквариум с губежками никогда не делаете аквариум узким узкий аквариум меньше 25 сантиметров шириной этого первых проблема даже с элементарным размещением декораций причем уже аквариум тем сложнее его оформить и создать красоту на этой узенькой полосочки красоту создать невозможно поэтому скажем о форме да здесь можно две формы выделить да одна форма это значит что травник что псевдоморе это аквариум с шириной не менее 40 сантиметров и тут чем шире будет аквариум глубже там да как бы тем проще создать ландшафт проще создать какой-то вид более интересный да то есть если вы зажмете площадь ширину то понятно что я уже сказал на полосочки ландшафт красоту создать невозможно а допустим такие аквариумы как общие аквариумы там со скаляриями там с купюшками и с растениями то есть вполне достаточно там ширины 30-35 сантиметров а по высоте то есть тут нужно еще понимать следующее что чем глубже аквариум тем требуется более сильное освещение для того чтобы этот столб воды просветить соответственно понятно что сейчас энергосберегающие лампочки дали нам больше возможностей в плане освещения но тем не менее надо понимать целесообразность при глубине 70 сантиметров я вам скажу что это очень тяжело и просвечивать для полноценного освещения растений поэтому как бы оптимальная высота аквариумов это 60 и даже 2 метра на 60 сантиметров при нормальном наполнении внутри смотрится очень отлично ну вот вкратце как бы я описал разновидности аквариумов по внутреннему наполнению